Beyond Epic в китайском регионе подходят к концу. Нам осталось выяснить только одно. Кто же станет чемпионом, собственно, этого сезона? У нас есть две команды, два претендента на эту должность, скажем так, на этот пост. Это коллектив Sparking, Aero Gaming и Vici Gaming. Форм-проведение матча B103. Матч начинается прямо сейчас. Ну и через там два, один, может быть, три часа мы узнаем с вами, кто станет чемпионом первого сезона Beyond Epic и кто заберет большую часть призового фонда. Комментирую для вас с Морталис Адекват на протяжении всего китайского региона. В общем, вступаем, вступаем в эту игру. Ну, час ты, наверное, погорячился. Ну, два по двадцать. В пользу царя. Ну, какая разница? Может быть и так. Ладно, я согласен на такой исход. Но мы посмотрим, как оно будет на самом деле. И Sparking, Aero Gaming очень рискуют и отдают победную вчерашнюю комбинацию команде Vici Gaming. Отдают им Луну. Луна, безусловно, сильна. Так, давайте по порядку. Клокверк на ФП. Vengeful Spirit таск в ответ. Паком закрыли в первой стадии саги. Так. Ну, Диди у нас уже на этом турнире на паке играл. Не помню, на этом турнире был ли Oppy God на паке. Вообще он играет, конечно. Ну и Луном. Да, Vengeful Spirit плюс Луна довольно сильно. Причем, давайте отметим бан Лантера, бан Террор Блейда. Есть в пике антимаг. По-моему, первый антимаг, который на этом турнире проиграл, проиграл именно от Луны, если я не ошибаюсь. В Европе. Точно. А вот в Китае я не помню, от кого он проиграл. По-моему, это же от Луны, да. От Луны, по-моему, отъехал, да. Панга. Фирменный Панга. Мы вспоминали о нем предыдущем матче, что Сагов есть возможность этого героя взять. Но он им не пригодился, и без него легко справились. Здесь от его услуг отказываться не стали. Для Сагов, по-моему, это за их карьеру третий гранд-финал. А против Тир-1? Против Тир-1 не было. Они ту лигу, которую выиграли, там не было плей-офф. Да, они просто лигу выиграли, ну, просто потому что по турнирной таблице оказались выше всех. А последний, последний гранд-финал, который они выиграли в Китае, это был China Dota Professional League, China Dota Development League, второй дивизион, то бишь, сезон был, по-моему, второй или третий, по-моему, последний, который был. И там они выиграли гранд-финал с счетом 3-0. По-моему, у IG Vitality, если не ошибаюсь. В общем, не впервые им играть в финальные вот такие матчи. Но против Вичи Гейминг гранд-финал они, конечно же, еще не катали. Последний шажочек до первого действительно серьезного крупного титула команде Саг, но для Вичи это просто будет еще один титул в их копилку в случае победы. Если честно, когда увидел отсутствие, например, PL и TB и еще был доступен третий герой, я подумал, может быть, просто взять банальных дисраптора и нагу потом. Но уже панга, нага по-прежнему доступна. Нага или антимаг, или все-таки что-то еще в запасе. Стоит ли вот прямо сейчас против Вичи отклоняться от своих наработок, уходить куда-то в сторону? Ну, в плане, опять-таки, первой позиции. Или вот невзирая ни на что, как это было и в матче с RNG, как это было и в предыдущих матчах, брать антимага и играть в то, что они умеют играть. Очень крепкий пик у Вичи Гейминг, безумно сильный пик у Вичи Гейминг. Это ДК и Луна под аурами Винги. ДК в рейнджовой форме. Безумное количество физического урона. И вот здесь, ну, даже какого-то Дума уже совсем не хочется брать, даже в центр против ДК, несмотря на то, что он против него нормально отстоит. Потому что Дум всегда страдал отсутствием брони какой-то, и нужно прямо укреплять себя в этом отношении. Очень рано покупать всякие плейдмейлы и их грейдить потом. Мне просто, опять же, не нравится здесь корпак. А куда его ставить? По крайней мере, миддовый пак не нравится. Я не знаю, ну, на саппорта куда-то. А пак за то, да? Бонгалер тройка. Пак локверк саппорта. Почему не нравится пак? Потому что, ну, пак кастер, он играет ровно до БКБ. И все-таки он, он самый. Я думаю, это мид. Ну, по опыту предыдущих карт, получается, что так. Говорю, тут главная проблема — это отсутствие большого количества брони. Там Винга эту броню срезает, и физическим уроном Дума пробивают. Надо реально очень быстро покупать себе что-то на армор такому Думу. Здесь, ну, и до Шива можно добраться до Кирасы. Покупал Брайбаны. Здесь Кираса. По БКБ покупал Шиву вот в той карте в предыдущем матче. Медузу забанили. То есть они думали, что еще и Медуза может появиться у команды. БДК в оффлейн. Саппорт Винга. Но если бы у них три кора под Вингу, конечно, таких бы появилось, то было бы жесткий лейт. Ну и теперь вопрос. Антимаг в бан или все-таки нага в бан? И нужны ли они здесь сагам? Или есть какой-то другой еще кэрри? Какой другой кэрри может здесь что-то придумать? Ну, нагу я бы точно банить не стал. Если уж мы говорим о том, что есть луна Драгонайт под Вингой, я бы нагу вообще банить не стал. Там столько урона по иллюзиям будет, столько урона по области. Причем постоянного урона. Не периодического, а именно постоянного. Надо ли бояться антимага? Ну вот... Бояться можно как игрока, как исполнителя на антимаге. По стратегии, конечно. Забанили нагу, слушай. А все-таки бояться. Все-таки бояться. Интересно. Антимага не бояться. Понимаешь, что здесь на него, во-первых, очень много контроля. Его руками пробьют. Поэтому его не берут с Паркинг и Ро Гейминг и берут себе Нейчерс Профт. Погодите, погодите. Это Год Кинг на каком-то другом герое сыграет? Добыть такого не может. На Думе, может быть? Погоди. Подожди, давай. Мета нынешняя такая, что пикают обычно Керри Фуриона. Погоди, погоди, погоди. Дум. Керри. С Аганимом. Против ДК. ДК не герой сразу, автоматически. Луна. То есть Дум, который отключает по очереди то одному, то другому пассивки с Аганимом, выглядит как идея. Но этот Дум точно должен быть гор-персонажем, даже если не на легкую, то точно в мидл против ДК. Он там играет, опять же, через Амакшен и Девауэр, например, выходит по деньгам вперед и рашит Аганим. Ну ладно, не первым слотом. Там фейзы, барабаны, БКБ Аганим. Вот так. Что-то такое я вижу. Ну, конечно, флекс-пик на самом деле у сагов. Как угодно можно героев располагать. То есть потенциально можно придумать расстановку линий, при которых и Дума и Кор будет, и с Аппортом будет, и с Панго это связано. Значит, с профи. Ну, у них все пять героев, они прям флексабилити, да, то есть герои, которые могут пойти куда угодно, занимать любую позицию. Единственное, что мы можем не рассматривать, это, наверное, Керри Пак и Керри Клоквер. Хотя, опять-таки, это команда сагов, можно и такое предположить. Вичи задумались, ласт пиком появляется более чем классический Кунка. Готкинг на Фурионе, друзья, Диди Дум на Миде, О, Пи Гот на Панго третья позиция, Саппортер Ред Панда и Феликс Сяобана Паке. Ух, крепко как. Ну, 24-летний, уже 24-летний папарацци, вчера отметивший свой день рождения, сегодня сыграет так же, как и сыграл вчера на Луне. Вчера это был просто вынос команды RNG. Просто перефармил и быстро закончил эту игру. Янг будет оффлейн Драгонай, Тори будет Сентер Кунка. Классический пик у Вичи гейминга, абсолютно не классический, во всех пониманиях меты, во всех пониманиях сложившихся каких-то стратегий от команды САК. Это новая игра, это очередная разработка. Ну, то есть как, хорошо, Дума на Миде мы уже посмотрели, мы не видели Гот Кинга на Фурионе. Вот, вот что нас интересует. Гот Кинг на Фурионе, это что? Это на Фурионе 3-0 талисманы в лес? Так будем играть? Вот если он стандартных каких-то кэрри так выфармливает, что ж он на Фурионе будет делать? Потому что известно, что Фурион, он по фарму лучше всех. Лучше всех. Такие дела. На самом деле, я теперь понял, что я вообще не хочу BO3. Вот я посмотрел сейчас драфты первой карты, я не хочу BO3, честно. Пожалуйста, можно вот плюс 2 карты добавить, BO5, и давайте посмотрим нормальный финал в Китае, потому что он, чувствую, может быть интереснее, чем то, что произойдет сегодня вечером, допустим. Вичи Гейминг, полтора, 1.52, если быть точным, от нашего партнера VulcanBet на матч Винера, 2.46 на коллектив САГ, то есть все еще САГи остаются аутсайдерами, и, видимо, будут оставаться даже по окончании этого турнира, если САГи турнир выиграют, есть такое ощущение. Не знаю, когда пропадет эта невера в коллектив, но может быть после первой карты, кстати. Если сейчас будет просто жесткий выигр. Если сейчас пойдут и САГи за 25 минут игру закончат. Вот если бы я увидел такие драфты в начале этого турнира на какой-то ранней стадии, и у меня бы спросили, вот Вичи Гейминг играют пиком слева, а САГи играют пиком справа, я бы никогда в жизни не поставил на то, что САГи выиграют. Вот никогда. Но теперь я боюсь предположить, потому что эта команда с оффлейн Вич-доктором побеждает за 20 минут и заставляет настолько тильтануть соперника, что он сдается, психанув. То есть реально я прям вижу, как игрок кидает наушники, просто снимает их, пишет ГГ и уходит. Потому что... Ну а какая там могла быть реакция? Ну там не было финальной битвы, там просто герои по очереди умерли и написали ГГ. Все поругались, скорее всего, покричали друг на друга, недовольны, естественно. Я не думаю, что прям вот так вот такое было, покричали там и так далее. Я думаю, что это действительно просто было осознание того в тот момент, что они просто не понимают, что делать, не вытягивают карту и лучше уже просто сдаться, чтобы лишний раз себя еще не загружать, скажем так, вот тем, что с ними происходило. Так, ну, трипла в хард, в общем, не ново. Подобные попытались Ройл на вагивап сделать у нас и против САГ. Может быть, Вичи Гейминг все-таки апгрейднут эту тактику, эту стратегию, где мы ставим против вражеского герри триплу. И пытаемся задушить. Баунтероны контролят. Пивай дабл, Юдивай забрал, Фигот одну забрал, как понимаю, по две баунтеруны. Так, что получится? Получается у нас Луна с саппортами на топе против Фуриона и Ред Панда на клокверке. Панда на клокверке против триплы. Ну, опять-таки, помним, что у САГов были проблемы на старте, именно конкретно на своей легкой линии. Там вражеский керри Луна перефармливал фантом-лантером. Потом Ройл и Невгюа сломались, потому что начали бегать. Все, позиционка, она нарушилась. Пока Уори в центре против Дума. Посмотрим, как этот матчап везде отстоит. Против Эмберспирит отстает. Здорово. Ну, там было гораздо проще. Здесь герой другого формата. Это, опять же, персонаж, который много физики может выдавать. С третьего уровня начинает и брингерами тебя постоянно бьет. Ты, соответственно, без большого количества брони стоишь. Но Дум должен терпеть за счет своего высокого хаппоригена под Девауром. Здесь на третьем левеле, опять же, нужно этот Деваур обязательно брать. Билд очень интересует, думаю, в этой карте. Ну и интересует, как Вич и гейминг здесь задушат Год Кинга. Потому что вот так на него будут нападать. Трипла безумно сильная у Вичи, убивающая Трипла. Погоди, кто кого убивает? Давай определимся сразу, кто кого тут убивает. Потому что развернулся Год Кинг и Ред Панда, они тут чуть не накостыляли ПВ и Дабл Ю. И тут надо аккуратнее, конечно, с этими заходами на Год Кинга. Потому что ты по факту вроде бы нападаешь на двух героев, но на самом деле там еще плюс два Саммона, два Пинка, которые тоже урон наносят. И, соответственно, еще непонятно, кого урона будет больше по итогу. Еще по Тареке, которые дают тебе нормально перемещаться, есть свои нюансы. Еще один так активно, Ред Панду. Трипла. Минусы Триплы в том, что эксплу делят на, соответственно, троих. Поэтому нет возможности поднять даже второй уровень быстро. Были бы сейчас шарды, конечно, фраг был бы сделан, но шардов не было. Левел низок. Баг постоял на сложной линии. Панга понял, что Драгонайту ничего не сделал. Феликс Сяоба перетягивается теперь наверх. Просто перетянулся без элементов ганга, без возможности кого-то убить. Пошел сюда. Знаешь, ты сказал, что интересен билд Дума. Соглашусь. Но более всего мне интересен билд Нэджи с Профит. Поэтому я попрошу нашу обсерв команду почаще показывать именно Фуриона, что он будет покупать и как он будет качаться. Потому что, ну, я думаю, есть у меня такое предупреждение, что Год Кинг будет показывать что-то необычное. Это не будет какой-то классический керри Фуриона. Я думаю, что мы новинку какую-то должны встретить. Новинку именно в Тоте. В целом. Профессиональный. Короче, Алибарды точно прям должна быть у кого-то. Алибарды хорошо. Ну и просто макс ДПС какой-то. Вопрос, через что? Потому что ДПС можно там через дезолятор себе купить, можно через молнии купить, можно МКБ какой-нибудь выформить, криты, вариантов масса. Пока у него не лучший крип-статку. Инг, конечно, не любит так начинать. Ему привычнее, когда у него комфортная линия. Не, ну слушай, шутки про 3-0 Талисманный в лес, они могут быть достаточно актуальны, между прочим. Потому что старт действительно не очень хороший. Ну и пока не виден... Оу, а здесь Диди-то, если бы не пришел ПВ-W, не убил бы, конечно, Ори, но серьезно бы продамажил, а здесь сам Дум погибает. Вот оно, отсутствие брони, под Тик-Тим выходят и просто легко убивают. Вижена никакого нет, вот эти перемещения. Я думаю, что в большей степени даже не отсутствие брони сказалось, а то, насколько глубоко Диди зашел на своем Думе, прям под вышку вражескую. Естественно, там поймать такого наглого героя и убить было достаточно легким действием. По Крепсату, кстати, Дум держится хорошо, несмотря на смерть. Я думаю, по Деваурам у него и на Творс хороший, но фраг фото, ФБ за командой лечит. Нападает на Гот Кинга, в Вейв, ПВ-W тут как тут, пытается зароумить всю эту карту сейчас, ноу-бол, дальше прыжки, Гот Кинг, только сюда прилетел и сразу выничтожает, но прилетел он, по-моему, через Телепортейшн, через Нюк, а не через Свиток. А, у него и все, а он через Свиток летел на базу, чтобы вернуться через Нюк, короче, у него теперь ни первого, ни второго. Все равно, короче, придется пешком идти или ждать. Диди возвращается, недовольный и злой против Ори, Ори довольный, ну, в принципе, может быть при этом все равно злым на линии. Тайдбрингер второй, сапог, фейсбут, бутылка, брейс, нормально, стандартный жар. Эрт Ванда уничтожает, или Зори Орт, и Вайер, смеяться, промах. Не попал-то. Гот Кинг пришел, там фраг это делает, пак тоже ушел, нормально, Гот Кинг хватит для урона. Инга после смерти оставила после себя иллюзию, которая сейчас не очень жесткая и может быть не очень сильно прокаченная. Ну, давайте ее влюбим. Так, пятая минута, кстати. Фак вместе с Таском на контесте. Сноубол, ой, не доиграл. Мог уйти сразу, Лизори Орп оставался лишнюю секунду, буквально пивай дабл и убил. В итоге по баунтирунам будут забирать вот две, кажется. А вот и в центре. Там оставляют одну баунтируну для Ори, которая может сместиться в общем. Дума маны нет на землю, просто не было маны на землю и Диди здесь тоже убивают. Личи Гейминг классно начинают, оффлейн выигрывают. В миде тоже у Ори все в порядке. Саппорты активные очень. Как бы не сломались так после вот этой карты, да? Ведь получится, что они придумали интересную стратегию, интересный пик, но если против них отыгрывать классическим образом и просто чуть получше, чем это сделали РНЖ, то может быть легкая победа. Пока забегать наперед не будем, шестая минута, пока еще ничего не ясно, но мы видим, что просто переигрывают, просто переигрывают на каждом микромоменте. В оффлейне переиграли, в центре переиграли. Снизу пока мы не видим, что там происходит, но я вижу, что Драгонайт просто тут арм. И это, наверное, самая важная информация, которую нужно получить. Янг здесь не поистонирует себя как тройка, это вообще, ну, Драгонайт будет керри. Просто керри, потому что у него легкая линия, он стоит тоже против одного дражеского героя. Нападают на Год Кинга, а Ори всегда подтянулся. У него ноль шансов выживать при нападении. Ни эскейпа, ничего нет. Очень много дизейблов у Вичи Гейминга, они просто набрасываются на этого Фуриона, и тот легко отдыхать отправляется. Как заставить Вичи Гейминг играть в свою доту коллективу САК? Ведь если РНЖа не сломали, сломали, вот как морально сломали, сломали как команду, да, то есть вот погрузили в свою какую-то доту, в свою атмосферу, то Вичи Гейминг, видим, пока не ломаются. Вичи Гейминг играют классическим абсолютно образом. Из не классического просто трипла в хард, как шла все. Что тоже, в принципе, является достаточно разумным решением, когда вы чувствуете, что у вас трипла сильная, сильнее, чем вражеская, можно прийти и просто удушить. Ну, пока вот идейно вижу Вичи Гейминг на коне. Пока они чуть впереди для меня по этой карте. Все, пока получается. Ну, ждем суперрасфарменного дума. Вот из-за этих смертей, да, экономика немножко у него подкосилась. Он уступает две сотки, несмотря на то, что два ворота у него вкачат. И очень сильно PYW отыгрывает на таске. Пока суперимпакт от этого персонажа, потому что он пара хороших выпадов в центр сделал, на оффлейне хорошо отстоял. У него доминейтик, если я не ошибаюсь. PYGOT, с Феликс Сяо Бана подали вдвоем. И Ори пошел гангать. Кстати, вот он начал линию с центра, начал свою игру с центра, переместился на топ, убил Godking. Теперь переместился вниз. Но, кстати, вот сейчас вниз он переместился не самым удачным образом, потому что он не сделал убийство. там не джевелин ли у пигода. Так прям много урона нанесло подраганой. Сейчас обычно так не играют, джевелин не приобретают. Стараются выйти во Владмер быстрее. Блин. Как-то такая ситуация. Затишье небольшое, перестали герои умирать. Вообще. Идет фармежка. О, влез. Без 0 талисманов, правда? Просто с ПТ. Смотрите, пеньками. Вот сейчас важный будет момент, когда Панга уже получил 6-й левел, получит, например, пак, и как они начнут двигаться. По идее, замес за счет пака, Клокверка, ульта Фуриона на такой стадии и Панга может получиться. Все-таки из-за того, что триплой какое-то время стояли вичи гейминг у них может быть просадка по левелу, хотя я смотрю на этого таска 5-го. Ты понимаешь, что никакой красоты даже близко нет. А куда? А куда так? За луэзи хотел? Нет, нет. Нет прям. В итоге по PYW не поработал, да? PYW просто ушел. Причем ушел не на базу, а в центре. Они в центре уже гангают там, кстати. Какой активный таск получается. Да, и просто напасть на дума, торрент раскаст, хватит урона, а Диди драться до конца. Хватает урона пробить Диди. Валрас панч, Клокберг, он очень старается. И у него очень не получается. А это очень плохо, когда ты очень стараешься, у тебя очень не получается. И там еще и Пангольер умирает сейчас. Так, ну давайте так, давайте возвращаться, наверное, к истокам, да, САК? Антимаг, значит, да? На второй карте. Не, ну эта карта еще, конечно, не проиграна, но пока что-то, что-то прям совсем не выходит у САК. Мы видим этого фуриона побитого 1-2-0. Ну есть скептическое отношение к этому персонажу, как кэрри, когда против тебя ДК, Кунка и Луна. Ну, какой фурион, да, хочется спросить. Если бы там сплитрак какая-то появилась. Да, линия бы очень тяжелая была, но там поменяться можно. Ну, просто любой очень жесткий хардкэрри. Тимаг. Тимагу тоже было бы непросто, тут чуть легче. Кто там, Урса, например, был, да? С таких. Ну, надо отметить, конечно, хорошую подготовку команды ВИЧа к геймеру. Все-таки там я не чувствую, знаешь, празднование дня рождения вчера у коллектива ВИЧа. Я думаю, что это была жесткая подготовка к команде САК. Но по банам там было видно, да, что прям все работает. Моментальный ганг. Корабль, все потрачено, но это позволит... Бангольд, нет, успел. Валрис Панч, пивай дабл, левел 6 уже. Свап. Таск отправляет на передовую. Сноуболт доджит весь ультимейт у Пигода. Феликс Сяобан на паке тоже есть ультимейт. Кстати, может поставить Дримкоил. Ставит Дримкоил по двоим, Кунку не трогает. Или Зорер, не хватает. А Дум, Дум зашел с землей, но он под вышкой опять получает эту физику бесконечную. Его тоже сейчас просто так легко убьют. Конечно, размен 3 в 2, и Фреон там может прилететь куда-то. Они били двух саппортов. Эклипс. Ташбакл. Выдержать дистанцию. Торрент. Точнейший. Торрент Атори. Форма Драгонайта. Драгонайта Стан продолжить убить. Ну, 2 в 4 по итогу. Размен, конечно, безусловно, не в пользу коллектива. Сак. Они сделали меньше убийств. Не очень важные фраги это были. Мол, не решил купить агутки. 4 в 4 и станут форс. А там Мом. И фармежка сейчас пойдет у Луны. Очень сильно она будет оторваться от всех остальных. Луна играет без Добинатора, правильно? И вчера Папарацци играл без Доминатора. Он вчера тоже покупал свою Мэтнес. В Европе как-то принято покупать Доминатор. Здесь игнорируют. Ну, не надо, наверное, сравнивать так по регионам, потому что только что была предыдущая карта, где я играл с другим билдом. От команды зависит, от предпочтений. И, опять-таки, по ощущениям себя вот почувствовал Папарацци, что надо здесь играть именно так. Девайс таким стартом, я не удивлюсь, если он там выйдет какой-то Доминатор, если прям захочется. С другой стороны, играя против Дома, может быть, это не стоит, то, в общем, приобретайте этот артефакт. Не нужен нюанс. Так, ну что, вышками решили разменяться. Глиф нажали рейден. Дайр тоже нажали глиф. Глиф на глиф. Тут первый снесенный тавер. По замыслу, наверное, саг все-таки они должны были чуть чаще эти вышки ломать, чуть быстрее это делать, потому что планировали, что все-таки сыграет хорошо на линиях. На линиях сыграть хорошо не получилось. Опять-таки, отставание есть, но оно не очень большое. Надо опять зарядить свою сагдоту. Ждем каких-то невероятных атак, выпадов. Мне еще не понравился ультимейт от Дума в Dragon Knight с фулл хп, потому что, ну, неужто прямо испугались, что Dragon Knight Брэспайр даст. Нет, испугались, что он форму нажмет. Он без формы был в тот момент. Там просто таск нюки очень классный дает, венга очень классный нюки дает. Ну, не факт, конечно, что по ним надо было Дум давать, но вот кунка... Мне кажется, кунка главный приоритет вообще в будущих файтах. Кунка очень много дает кастов, если он не дает корабль, то в таком случае команда все-таки побольше будет урона получать. Но кунке он там не дотягивался. Он вышел со спины под вышку, а там стоит ДК. Ты не можешь сквозь ДК пробежать кунке. Тебя, ну, я думаю, что остановит просто. Луны скоро Яшин. Ну, Сак пока в данный момент не планирует драться. Они понимают, слабее на порядок. Надо как-то пассивно фармить, причем фармить абсолютно всем. Фурион удобен тем, что он может занимать любую часть карты и там искать, что можно подобивать. Таким образом освобождаются, может быть, линии или другие участки леса, чтобы 3-4 героя хотя бы фарм получало. Я смотрю на лейт слева, я понимаю, что там в лейте, конечно, такие машины будут. Кунки можно им саппортить, покупать себе условные элебарды, да? А Луна с ДК разберутся. Да, можно и так. Блейд Мэйл пол на думе. Ну, это да, это не тот вариант, конечно, при котором ты покупаешь фаст БКБ, шиво, барабаны там и идешь разваливать соперника. Не обращай внимания на что. Тут Блейд Мэйл скромно, аккуратно, да, танк, но такой, знаете, не с БКБшкой, танк из разряда ну, не бейте меня, у меня Блейд Мэйл, вам больно будет. Испугаются ли этого ребята из Личи Геймера? Не думаю. Так, на топе что-то намечается Феликс и Абах. Прыгает Янг, он уже с Блинком из Астанда, хорошо забрали. Очень классно забрали. Яш приобретает себе Луна, так что, выход в Сенжин Яш. Так, преимущество не растет пока, счет 16-3. Ну, плотную пощечину, конечно, получили с Аги на старте этой игры. Тяжело просто такого реабилитироваться, тяжело просто понять, что делать дальше. Если у тебя был один план на игру, который сработал против предыдущей команды, причем успешно, здесь прям обратная ситуация. Тогда они громили, дав сопернику всего 2 фрага. Теперь их громят, дав всего 4. Снизу драка. Нападает на Годкинга, Сноубол. Кресты и корабли полетели. Торрен по двоим. Там неплохой против. Кресты и корабли. Кресты и корабли. Луна, Луна, Луна в дом. Но она просто убегает. Отогнать-то нечем. Но Пигод до конца пойдет. Но Янг спасает и страхует. Ставится тем временем Дрим Койл. Попытка запокусить и все-таки смогли убить конкурс. Неплохое сражение может получиться. Сноубол, ПВА, как же много он делает. У Пигода до конца. У Пигод. Дизарм, 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 свэшбакл мимо. А то у Пигода ПВА не смог разменяться. Но опять Янг. Янг с этим быстрым блинком, конечно. И Паг дает. Пытается уйти Папарацци. Его видно под вардом сейчас. Отступает, отступает. В огоне есть. Ред Панда в шоте нет. Ракетка летит. Мом нажал Папарацци. Понимает, что фармить ему не дают. На опережение Год Кинг неплохо через телепортейшн. И кажется, Луну убьют. Но вот, вот, более-менее. Драка получилась неплохой. Шипал Терон можно забрать там в центре. Погибает Феликс Сяопа. Пак и не жилец. Но Пак, с другой стороны, и саппорт. Его не жалко отдать. Снова Блойд Мэйл. Ну, и запуск Вап. И запуск Танат Янга в очередной раз. Худшот. Откатился. На ПВ. ПВ. Урна. Ижели ничего не осталось. Ресурсов, видимо, совсем не было. Ну, иди-иди-иди, иди-иди, там бьют через Крест Торн. Вот эта вся заварушка, которая здесь произошла, она на руку команде САК. Ну, на руку именно конкретно в этой заварушке, потому что по экономике они отыграли. Совсем немного. Ну, и плюсов, потому что Луну убили. Там пару раз скиллами промазали САК в драке. То Пак попадет Койлом, то... Арбом, в смысле. То Пигот там не попадет. И Луна так много времени еще выиграла, пока убегала. Минус вышка очередная для Вичи. Чувствую, насколько приятно играть в доту Янгу сейчас. Вот. Ты оффлейнер, да, это же постоянная история о том, что даже если тебе дают какого-то суперлейтового героя, ты стоишь на сложной, и у тебя нет фарма, и ты там какие-то объедки с карты собираешь. А здесь ему дали легкую линию на Драгонайте. Просто вдумайтесь. Ты оффлейнер, получаешь легкую линию против не самого сильного вражеского персонажа, и получаешь в руки еще никого-либо не Клокот-Клот, а Драгонайта. И у тебя все. У тебя просто идет игра, у тебя фарм, у тебя фаст-блинк, а ты там делаешь, в принципе, то же самое, что делаешь по третьей позиции, но при этом с деньгами, и при этом убиваешь. Максимально комфортно, конечно, играть. EYW сейчас купит себе блинк на таске. Тоже очень плотный. Его долго приходится убивать. Смотрю периодически, как Клокот с батарейками на него набегает. И видно, что даже батарейки, когда вокруг нет ни одной цели больше, они все равно мало очень ерунда наносят. Долго приходится бить. Пульт Фуриона уже на такой стадии не особо опасен. Это снова, аль Гудкингу не получилось, конечно. Но по фарму держится, молодцом. 7900 пока. Уступает, конечно, Кунки Луни, но немного. Там буквально еще одно то сражение, которое только произошло. Гудкинг может выбраться на первую позицию. Зачищает леса, да. И при этом отметим вижн команды Вич Гемик. Если так вот взглянуть на мини-карту, то мы можем увидеть там, что, в общем, в нужных местах варды, особенно во вражеском лесу, у команды Вич Геминг стоят. То есть, чем занимает соперник, как он фармит, у них есть вся информация, о сборках есть вся информация. И гангать в такой ситуации очень легко и очень просто. Вот буквально зная, что Фурион где-то снизу, там была пара героев, на топе один пак, все сразу на аванпост, телепорты. Алексиаба тратит или Зориорп, его на крест посадили. Возвращается. Потратил прям койл, погиб. Может быть, и зря потратил. И Вичи идут дальше. Луна продолжает отрываться, Луна, все здорово. Параллельно снизу пытается Год Кинг вместе с Вик Годом хотя бы Т2 запушить. Но они могут этим заниматься, там еще пак себе оторвала купил, то есть, тут еще и какой-то план засплит пушить. Там мобильный, да, Драгонайт с блинком, плюс Пунка с крестом, вот это засплит пушить очень сложно. И Таск с блинком, кстати. И Винга тебя там с полкарты свапает. Где бы ты ни находился, то из ниоткуда, из темноты ты можешь получить свап, ну все что угодно. С блинком до тебя доберутся и убьют. Рошан очень быстро забирает ребята из Вичи Гейминг сейчас под шумок, то есть у Сагов не было возможности подраться, потому что отсутствовал пак, отсутствовал у него Дрим Койл, полноценного файта здесь бы не было. Поэтому появляется Аегис теперь, дополнительный айтем, который заставит команду Вичи идти вперед. Вот так вот через крест они как раз отбивают этот сплит пуш. При этом, конечно, папарацци и в скорости фарма приобретает. Феликси Ауба опять в позиции тоже на верхней линии. Вообще не ожидает, что с тыла могут зайти. Но Саленс отличный получился. Дрим Койл поставил, Драгонайт, Сноубол, Феликси Аубада отпустите, говорит, меня, как же вы надоели это демоны. Балрас панч на пол здоровья без шансов для пака. Ничего там ударчик у Таска. Крепкий, да, крепкий кулачок. Второй левел ультимейта. По мягкому паку хорошо заходит. Ну, опять-таки, рост экономики мы не видим на фоне одной команды на фоне другой. Посмотрите, да. Колеблется в диапазоне от 2-4 тысяч. Но по экспириенсу тут, конечно, не поспоришь. Убивают чаще Вичи Гейминг. Намного. Нам в три раза больше фрагов сделали Вичи. Карту также занимают хорошо. Пять героев грамотно располагают так, чтобы получал каждый из героев деньги. Удивительно, конечно, что Дум, который в последнее время не умирает, не может на равных идти хотя бы с ДК софлейна. Ну, все-таки Деваур, это очень много золота. Конечно, попроще становится, когда он 15-й берет какой-то Дума-Дума-Левел. Талант есть на Деваур. А, вот 15. Ну, сейчас возьмет, наверное, Талантский на Деваур, если не умрет. Хватает на ДТ. Чейн стан. Даже Дум бесполезно давать в кого-то. Но он дает, дает втаска. Втаска убить надо просто и все, хукшот. Знай. Не получилось. И на Дума здесь пошла атака. Дума также добивает и Ред Панда тоже убьют. Там немного Думы не хватало до БКБ. Вот в этой драке будь БКБ, он бы сделал фраг в таске и ушел бы. Вот он все уйдет до конца. Вот он как раз был кинг-бар. И Фурион будет до БКБ. Ну, пара БКБ появится у команды САГ. Чуть попроще станет. Ну, хотя бы будет мотивация Фуриона подключаться к драке. Потому что без БКБ он приходить не хочет. Там Чейн Стана и его просто убьют. Он мягкий персонаж. А вот с БКБ уже ситуация немножко может поменяться. На топе нападает на Фанга. Фанга с Шилд Крэш. Свап не дает раз раскастовать, не дает два раскастовать. Нет, все-таки в Дивай с опоздала. Кинул второй свап. Фанга расчехлил свару Александр и уехал в закат. Закат. 24 на 8, друзья. 23-я минута. Ну, вообще фраг в минуту делают ребята из ВИЧа. Надо сказать, что они убивают одного САГовца в минуту. Пока я думаю, что такая тенденция, такая динамика более чем устраивает коллектив ВИЧа. Самое главное, чтобы это устраивает не коллектив ВИЧа, а их тренеров. ВКБ будем нажимать? Будем. Разворачивается Doom. Шот. Там до сих пор Aegis, по-моему, да, есть? Плюс дабл дэмэдж. Это совсем плохо. Девай там, да? Я был и укрой. Катит, 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 катит. Ну вот Панга без ультимейта. Он же это Панг тратил. С заката возвращаться было не надо. Рассвет еще не настал. Куда же то? Ультимейта нет. Размин неудачный получился. Потеряли опи года. Все-таки герой третьей позиции надо помнить. Хоть и Тускар, конечно, тоже очень сильно отфармил. Но это все сейчас опарм. Каким-то образом Феликс Сяуба, играя 0.64 на паке, выстрадал себе на травелай Блинк Даггер. То есть у него на 23-й минуте в принципе нормальный фарм. Удивительно, конечно, откуда пак деньги собирает. Там Таск делал миллион убийств. Вот просто КДА сравните. 0.74 у пака. У Таска сколько? У него что-то там было 7.2, что-то... А, 6.4.14. И вот при таких КДА у пака на Творс больше. Просто вдумайтесь в экономику Доты. Бутсов Тревел. Летает по карте. Собирает деньги из каких-то линий и умирает. Умирает. Нет, дает меньше, чем заработает. Да. Потому что важно в Доте бить Крип. А не бить героя. Ну, именно поэтому. То есть где-то в предыдущих патчах, конечно, вот в такой ситуации, когда идет, ну, откровенно доминация одной команды над другой, издевательство, можно сказать. 26-9 счет. Я думаю, что ну, преимущество было бы 1015. В нынешние времена, конечно, скромные 3000. Да, по XP там развал. По XP там действительно очень большое преимущество Вичгейм. Но по экономике, по артефактам стало быть. Ой, сразу же врываются на нынешний с профита, пытаются его зафокусить. И он БКБ даже не успевает нажать. Байбека нет. Нет, тут есть, конечно, Дум. Плотусор, Дум. А, понял. Ну, на самом деле, Луну можно попробовать добить. Да, добивают Луну, неплохо. Дум там до сих пор под своим мультимейтом бегает. И пак Дримкоил неплохой. Думаю, нужно бы землю еще раз подрубить. Но там КТ, по-моему, должен быть. Два в один. Проблема в том, что началась драка отвратительная для ОСАГов. Они сразу же потеряли одного героя. И Диди. Диди пошел. Диди пошел. Нажал Блэйд Мэйл. Пытается жить. Пытается кого-то дамажить. Получает Торрен. Погоня до конца за Драгонайтом. Дум включил землю. Побежал. Не попал Шилд Крэшем. Ой, не попал. С Хэшбаком. Шилд Крэшем как раз попал. Дизарм прыгает. Добьет, добьет. Может, может, может. Регенится драка. Дайд Бликаут. И Реген. Это было неприятно. И Реген. Вот это ключевое. И параллельно все-таки добивают Дума. А сейчас вернется. Раскайтили его. Да, Декат сейчас застанет. И Панга тоже будут толпой добивать. Втроем Крэс Иллюзия. И вот он наконец пришел по фарму чемпиона. Начинает он бить. Спортиволт сорб. Нормально. Чуть ли не первое подключение Дума со слотами. Попадит его пикот сегодня. Добить, 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 добить. Пару ударов в спину. Пикот, спорты еще одни. Под себя корабль. Но корабль баф еще не успел поставиться. И в итоге погибает. Вот как я так подумал. Знаешь, я весь файт думал только об одном. Будь у Фуриона байбэк. Как бы этот файт изменился сейчас. Да. Вот прилетел он после байбэка. Там же он всех похоронили. Без шансов абсолютно. ТП сбивает Таску. Здесь Ротпабы красавчик. Кукшот дал. Сноуполом выигрывается время. Но я думаю, что жить Таску осталось здесь недолго. На всякий случай и Dreamcoil поставили, убили. Заряд на веселе получен. Я хочу зацепиться за какой-то момент, который позволит сагам победить. Я знаешь, за что могу зацепиться? За закидончики Vichy Gaming, которые они на этом турнире нам демонстрировали. Тоже ведя 4-5 тысяч. Вспоминаем серию против IG. Абсолютно похожая ситуация. Они дважды вели примерно такое же количество денег примерно за столько же времени. И все у них было хорошо. Пара закидончиков. То подставится один герой, тот-другой. И IG просто из ничего начали ввести здесь. Пока, безусловно, драфт еще дает о себе знать. И Vichy Gaming впереди, безусловно. Но они уже проигрывают по золоту. Каким-то чудом. Они эти копейки, но проигрывают. Это если бы еще саги скиллами попадали. Парации здесь. Клоткинг приходит. Дивай дает стан. Фукшот свап. Луну попытка спасти на ультимейт. Лоту сорба уже никакого нет. Минус Луна. Минус Дивай. Два фрага. Подставляются Vichy Gaming. Ну, в общем, по экономике-то особо сильные не отставали саг. А вот выиграв концовку предыдущего файта плюс два убийства сейчас, они выходят явно вперед. Какой же объем работы этот Клокверк проделывает? Не перестаю удивляться. Клокверк, который опять там на пятой позиции стоит. Хукшот все-то уже суперполезен. Сапер кого-то уже суперполезен. Пак, правда, не особо полезен, когда вот так умирает. При этом все равно у пака 7400 надфорс. Да, да, очень много. Кто-то, в общем, похоже, смотрит из сагов стримы Себа. Причем кто-то ему очевидно переводит на китайский язык, потому что эта команда, как никакая другая, знает именно силу фарма. Что какая бы сложная ситуация и не была, все, что должен делать, бить крипов. Это твоя задача в доте. Бей крипов. На всех героев просто бей. Сплитпуш умираешь. Плевать. Возрождай себе крипов. Фарми стакой. И тогда ты будешь на коне, как саги сейчас. А можно посмотреть график экспы? Мне кажется, там преимущество уже не 7500. Да, я просто увидел панга 19-го ловла, почти 20-го, и понял, что там явно что-то пошло не так в команде ВИЧа. Ну вот он не попадал, но он ведь в драке участвовал при всех убийствах вот в той последней. Да? Он был там. Его не забирали. Он там мазал своими свэшбаклами, но давал шилд крэша как-то и просто бил с руки. При нем были эти фраги. Готкинг, как же он фармит, конечно, он уже опережает Луну. Луну, я понимаю, что Фурион тоже очень быстро фармит, но Луна, которая опережает Фуриона, и команда доминирует, команда там что-то пушит, все равно отстает. Отстает уже на 2 с лишним тысячи. Ну, последнее убийство, конечно, срезало Луну в этой погоне за первенство. Так, собираются вместе под дабл дэмэдж, кажется. Через крест, да. Нижний Лью не отпушить, не позволить заспытить здесь. Так, ну и скоро появится Рошан. Совсем скоро появится Рошан. Так, все, дождались Луну, на крест вернулась, нажали смок сейчас, и знают, что пак там мешался. Ну, ловить пака. Зажали саги, тоже не фармят, да? Ладно бы это был спейс для кого-то, но саги не фармят сейчас. Они стоят на своей базе, не боятся, не знают, что там эти путешествия. Алексей Алба рискует. Ну, здорово. Ну, здорово. Янг, я тут все-таки. Было близко. Пак опять разводит. Он стягивает 5 человек. Рошан еще не появился. Главное, что байбек есть. Это очень важно сейчас, то, что у него есть байбек, потому что, если бы сейчас вышел Рошан 5 на 4, шансов сагов подраться было бы поменьше. Отпушили нижнюю линию. Отпушивают центр. Все еще беспокоить. До команды саг должна Луна с дабл-дамажем в бутылке, который будет активирован в самый неподходящий для коллектива саг момент. Ну, тут Диди должен сыграть. Если накрыть грамотным Думом, Винга, хукшот получает когами. Отталкивает ее. Дивай будет ли свапать? Нет, Саллимс получил. БКБ. Дум все-таки в Лутус Орм дал. Все-таки в Лутус Орм. Ну, хорошо, Луна все равно нормально драться не может. Кнопки нажимать тоже. Ее можно убить. Банг отлично раскоснулась. Луна делает байбек. Дум живет пока. Пошли сноуболы. Янг дерется, пока урона не хватает. Валрос панч, Пурион, Кинг живет. На развороте забирает еще героя. Луна пришла, сбирается с двумя. Там Янг. Янг под фокусом четверых фактически был. Лишает жизни Дума. Байбеки нажали, ребята из Вичи Гейминг. Минус два героя. Пак после байбека кажется погиб. Так долго в таверне сидит и Ред Панда. Вейв получает, как уйти, непонятно. Получает свап под Бим. Идеальный контроль и минус Ред Панда. Да, за счет байбеков, но команда Вичи Гейминг сейчас получит Рошана, получится Роегис. Ситуация все равно непростая. Янг. Большой объем работы у Янга был здесь. 6000 демеджеров. Он всю драку стоял и бил. Луна, несмотря на то, что классно играет с лутусорпом, конечно, но сам факт наличия Дума на Луне не позволяет нормально драку принять. Она вроде бы купила себе Сатаник. Да, время действия Дума укорачивается на какой-то процент. Сколько там от Сатаника? 30 процентов, если не ошибаюсь. То есть там Сия, там 40 плюс. А, Сия, да. Сия плюс Сатаник и того статус-фектр-изист на 42 процента суммарно должно быть. Давайте на Луну мы ведем. Господа серверы, помогите нам, да. Я не могу посчитать. 44 процента. Ну, вдвое практически меньше. То есть, грубо говоря, не 16 секунд действует Дум, а 9. Ну, примерно, да, все-таки. Не 8, не половина, а 9. Но за эти 9 секунд Луна выжить не может. Ее все равно пробивают и она лишается жизни. Но Луна может стать прочной. И сейчас очень неприятный момент для САГ в том плане, что Луна будет агенз. То есть, один Дум ты повесишь, окей. А что делать, когда она снова возродится? Жаб у вас другой. Здесь, знаешь, какой нюанс есть. Если убивают всех остальных или там убивают первыми САГ, хоть кого-то, все-таки у Луны ДПС не самая большая сейчас. Именно ручками. Смотри, под Венгой. Вот под Венгой у нее сейчас 300. Венга отходит, там остается 200. Я прям видел, как Фрион там способен ее передомашить. У него ДПС огромный. Кто у нее такие? Вот, а я еще думаю, а что он лайфстилится так? Нашел что-то в лесу он с Аттаник. Купил себе. Еще и Байндбрейкер. Это на мэтш. Упты, пивай дабы. Вот КБ. Или нет. Или драка. Непонятно. Нападает Таск. Не лучшее решение. Возможно, но его сфапа это... Ой, Дум! Дум Драгонайта! Неприятно БКБ нажать не успел. Но он и драться не хочет. Он получает Инфернал Блейд. Луна зашла. Луна зашла. Эклипс. Гот Кинг. Пока в БКБшке. Дум бьется. Наверное, Луна вообще не живет. Жесть. Редпанда могут убить за счет сноубола. Получается это сделать. Там минус Венга. Драка потенциально. 4-4. Дум! Ввалился там. Просто погибает команда Вичи Гейминг. Они бьют Эвро. Ух ты баш! Срабатывает Свэшбакл. Классно. Замедление тоже. Дизарм. Прыгают дальше. Спурты ставятся. Папарацци выжить не может. Ужимает сыр. Но он один. У него нет сейва. Никто не спасет. Венга в таверне отдыхает. Они проигрывают Драку. Фантастика. Почему уми-то их смешно? Я не могу просто реагировать на это. Фантастика. Просто фантастика. И саги будут сходить. Они сейчас выиграют карту. Они выиграют карту. Они выиграли эту карту. Это боженьки просто. Это новые боги китайской доты. На ближайшие 2 недели. До следующего турнира. До следующего патча может даже? Может быть до следующего патча. Но то, что они делают, Супер Убер Лейт. Еще 26-9. Или 26-7 даже был, по-моему. Ну, 24-8 точно был? В три раза там был. Ну все, нечем отбиваться, друзья. Нет, байбеков. Минус линия байбеки. Луна с 3 секунды сидит в таверне. В трон идут после Т-3. Они будут ломать трон. Там есть секундка, но Ладин не справится, он кидает торм. Бори попытается сейчас выиграть время, но должны отвлекаться. Дизолято покупает Панга. Сейчас будет дебаф на вышке по армору. Так и есть. Ну нет, нет, нет. Тут никак не отдыхается. 1-0, друзья. 1-0. Это 1-0. Гранд-финал. Команда САК повела в счете. Это фантастика. Это просто жесть. Это просто... Какие же они крутые. Ну вот как эту команду, вот как за нее можно не болеть, за эту команду? Они нереально крутые. Они просто вызывают положительные эмоции. Ты смотришь и кайфуешь от их игры. Ты понимаешь, что... Ты не можешь равнодушным быть. Этой картой команде Вич и Гейминг сейчас просто сообщили. Вы Доту не понимаете. Вы не понимаете Доту, ребят. Не надо бегать и убивать. Не надо вот это вот фраги какие-то делать. То, что доминейтинга у Таска там в начале, это вообще не считается. Это не выигрывает Доту. Доту выигрывает фармешка, а потом выходишь с лотами и убиваешь соперника. И эти билды ты посмотри опять. Слота не купил он на фурионе. Очень рано купил. Кстати, может быть, вот у Луны, да, билд не самый сочный получился. Она делала ставку на статус-эффект резист, не ускоряла свой фарм. ДПС поменьше было, не могла драться. Может быть, кстати, вот Луна была не очень права. Но как бы там ни было, это ее проблемы. Не виновата в этом САК. САК вообще красавчики. Вытащили такую катку, проигрывая фактически в течение всей этой карты, отдавая Рошанов и все остальное. После трех байбеков я уже начал верить в победу САК, но не произносил этого, потому что тревожно было, что, может быть, все-таки за счет Аегиса как-то вывезут. Но нет. Не вывезли. Не вывезли. 1-0. Друзья, напоминаю, что это best of three. То есть команде САК нужно выиграть одну всего лишь карту. Они станут чемпионами Бьонт Эпика. Случится это или нет, узнаем уже совсем скоро. Перед тем, как уйдем на паузу, сообщим, что CyberSport.ru — это наш информационный партнер. За все информации, статистикой и комментариями, конечно же, следуем туда в перерыве. Ну а после перерыва возвращаемся на трансляцию. Будем следить за драфтами и за продолжением этого гранд-финала. Далеко не уходите.